Всем привет! Набрали сегодня горького перца. У меня есть и зеленый, и красный, и желтый. Здесь он разный, сорта все разные. А сейчас будем его мариновать на зиму. Для начала перчик помоем, а затем будем прокалывать его. Итак, перчик мы помыли, теперь будем делать проколы. Обязательно в каждом перчике делаем 3-4 прокола. После того, как перчик весь уколем, будем его бланшировать. Итак, перец я погружаю в кипяток. И так немножко прижимаю его, чтобы водичка попала во все дырочки, которые мы прокалывали. В кипятке он у меня будет около минуты. Как только перчик поменяет цвет, сразу достаем его в холодную воду. После того, как перчик побыл в кипятке минуту-полторы, он становится таким слегка прозрачным. И становится таким податливым. Сразу из кипятка ложим в холодную ледяную воду. Вот смотрите, как он становится хороший. Вот так. Перчики все отбланшированы, все готово. Теперь будем укладывать их в баночки. В банки я буду укладывать, прижимая их, поплотнее напихивая в банку. Я думаю, снимать это не нужно, это лишнее. Ну и покажу уже перчик, уложенный в баночки. Вот такие красивые баночки с перчиками у нас получились. Сейчас будем варить рассол. Итак, рассол на литр воды, 2 соли, 2 сахара. Ну, специи по вкусу. Я добавила лаврушку, горчицу, семена кориандра и черный перчик варушку. Итак, баночки залила рассольчиком. В каждую баночку налила 1 чайную ложечку из семцы и закрутила. На этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.